Продолжение следует... Мне 23 года, я хочу поступить в монастырь. Посоветуйте какой-то монастырь с хорошей духовной жизнью. Раба Божия Татьяна. Трудный вопрос. Я думаю, что здесь присутствуют игумени многих монастырей. Надеюсь, что в каждом из этих монастырей хорошая духовная жизнь. А если я назову какой-то один, то как бы матушки игумени других монастырей не обиделись. Поэтому считаю, что монастырь надо выбирать по внутреннему зову. Вот съездить, в один монастырь пожить, в другой, в третий. Потом посмотреть. Если вы чувствуете, что в этом месте вы хотели бы остаться, жить и умереть, тогда вот в такой монастырь и надо поступать. Но вот вопрос такой не очень конкретный. Замечательный у вас доклад и вообще конференция хорошая. Но кажется, все, что здесь говорится, немного отвлеченно, оторвано от жизни. Хорошо, если бы все, что здесь говорится, вы помогли воплотить в жизни наших монастырей. Мы не видим всей идеальной картины, потому что с утра до ночи послушания, времени на духовную жизнь совсем нет. И думаешь, неужели все же можно жить по-монашески? Помогите нам! Ну вот такой крик о помощи от кого-то, кто настолько занят послушаниями, что не остается времени на духовную жизнь. Конечно, это вопрос, наверное, к тому монастырю, в который пребывает автор записки. И, безусловно, послушание является частью духовной жизни. Мы не можем отделять послушание от духовной жизни. Но в то же время мне не раз приходилось наблюдать во многих монастырях такую картину, когда монахи или монахини из-за перегруженности физическим трудом не могут даже посещать богослужения. Не хватает им сил на келейную молитву. И вот эта постоянная жалоба о том, что все время все силы съедаются послушаниями, которые часто носят чисто механический характер и которые не оставляют для монаха возможности заниматься чтением святых отцов, молитвой. Это приходится постоянно слышать. Думаю, что, конечно, в каждом монастыре, прежде всего, от игумена или игумени, зависит то, чтобы у братьев и у сестер оставалось достаточное время на, собственно, духовное делание, на молитву, чтение Священного Писания и Святых Отцов. Возможно ли, чтобы игумен назначил сам себе преемника? Но я думаю, что это невозможно. Так же, как архиерей не может назначить себе преемника. Игумен – это служение, которое является, так сказать, одноразовым. И в каждом новом случае, идет ли речь о назначении или об избрании, должен происходить полноценный процесс поставления нового игумена. Это не значит, конечно, что игумен монастыря не может воспитывать того или иного человека или группу людей для того, чтобы они могли впоследствии занять его пост. Просто здесь есть, конечно, много рисков, потому что если еще при жизни игумена возникает какая-то фигура номер два в монастыре, то это может вызвать соблазны, может вызвать большие трудности, в том числе и для самого этого человека. Поэтому мне думается, что мудро поступают те игумены и игумени, которые готовят себе преемников, но это не афишируют. И только после их кончины или ухода становится явным для всего братства или сестричества, кто должен быть следующим игуменом или игуменей. Если монах или монахиня уходят из монастыря, они остаются монахами и монахинями? Вопрос такой. Но я думаю, что они остаются, если только церковью не принято иное решение, если, например, постриг не признан недействительным. И мне известны случаи, когда люди уходили из монастыря, вступали в брак, потом пытались принять священный сан, и это у них не получалось по вполне естественным причинам. Я думаю, что никто не может освободить человека от монашеских обетов, кроме священно-началия в том случае, если будет признано, что постриг был совершен с какими-то грубыми нарушениями, в том числе теми, о которых я говорил в своем докладе. Тогда действительно, если признается, что постриг недействителен, я думаю, что такой человек может быть и повенчан, и может получить священный сан. Если же он ушел по своей воле, то в глазах церкви он остается монахом, но монахом падшим. И церковь молится о его возвращении на монашеской эстезию. Как вы относитесь к тому, что архипастырь, чтобы быть настоящим отцом для монашествующих, должен иметь реальный опыт монастырской жизни? Не нужно ли кандидату на архиерейство хотя бы годик-полтора провести в монастыре в качестве простого брата? Но я считаю, что это полезно, и мне кажется, что во многих случаях у нас именно так и происходит. По крайней мере, за последние четыре с половиной года, когда я участвую в заседаниях Синода, мы избрали очень много архиереев, по-моему, более ста уже. И в основном это все люди, которые прожили не годик-полтора, а многие годы, даже десятилетия в монастырях. Я думаю, что это как раз очень оздоровляет нашу церковь, когда архиереи приходят из монастырской среды, а не, будем прямо говорить, из среды церковных карьеристов, для которых монашество – это только способ быстрее продвинуться по служебной лестнице. «Как, по вашему мнению, должны складываться взаимоотношения монастыря с правящим архиереем? Каковы границы вмешательства архиерея во внутреннюю жизнь монастыря?» Я думаю, что за исключением тех случаев, когда архиерей является полноценным игуменом того или иного монастыря, такие ситуации случаются. То есть, если архиерей живет в монастыре, ходит на трапезу с братьями, участвует в монастырской жизни, то вот за исключением этой ситуации, конечно, отношение епископа к монастырю и к монашествующим, оно должно наиболее точно выражаться греческим словом «эпископи», то есть «наблюдение». Это то, что непосредственно является задачей епископа. Он не может, конечно, подменять собой игумена, он не может подменять собой благочинного или духовника. Он может наблюдать за тем, чтобы в монастыре жизнь текла в нужном русле, чтобы не было конфликтов, чтобы игумен ладил с братьей. И в этом смысле у епископа есть определенные начальственные полномочия, но я думаю, что он не должен в полной мере руководить монастырем. Руководить монастырем должен, конечно же, игумен. Что делать, если в монастыре не выделяется время на чтение? И какие книги лучше читать монаху, если у него нет постоянного руководства? Ну, я думаю, что книги, которые монахам надо читать, они все хорошо известны. Это аскетическая литература, которая не устаревает. Это и Иоанн Лествичник, и Исаак Сирин, и многие другие отцы, в том числе те, которые вошли в добротолюбие. И, конечно, это и творение уже подвижников более позднего времени, таких как оптинские старцы, например. Но вот если не выделяется времени для чтения, то это, конечно, проблема. Я думаю, что в монастырях во всех должно выделяться время для келейного чтения. Ну, хотя бы час в день. Это помимо времени на келейное правило, которое само по себе тоже должно оставаться у монаха или монахини. Потому что, к сожалению, я вот нередко наблюдал в наших монастырях такую ситуацию, когда иноки, они вовлечены в какой-то круг послушаний, и они этим занимаются, постепенно переставая понимать, для чего они исполняют эти послушания, и для чего вообще они находятся в монастыре. И мне кажется, что как вот автомобилю, для того, чтобы он катился с нужной скоростью, нужен бензин. И, конечно, если бензин закончится в баке, то автомобиль еще некоторое время будет по инерции катиться, но рано или поздно он встанет. Точно так же монаху для духовной жизни нужна подпитка в виде чтения, потому что в творениях святых отцов мы находим совершенно удивительные примеры, очень полезные советы, без которых мы можем очень легко потерять вот это вот целеполагание, вот этот внутренний огонь. А если огня внутри нет, тогда все теряет свой смысл для монаха. Субтитры создавал DimaTorzok